Жители пострадавшего от наводнения поселка Садовое вынуждены забирать своих детей в сырые дома. И все потому, что дети массово заразились педикулезом. Родители утверждают, что в борьбе с овшами медицинский работник использовал керосин. В итоге один ребенок оказался в реанимации. Фариза Убаева с подробностями. По словам Нурканат Еркан пострадавшей девочке за вечер она упала в оморок 7 раз после обработки головы таким образом. Теперь родные девочки намерены подать суд на медсестру и учителей. По словам родственников, обработку головы 16-летней девушки провели без разрешения. Да к тому же использовали вещество, похожее на бензин. По словам родителей, из-за этого девушка попала в реанимацию, ведь был поврежден кожаный покров головы. Они сами сказали, что мне намажут на голову керосин. Сказали, ничего не будет. Чувствовался резкий запах бензина. Три дня мне мазали на голову вот эту керосиновую смесь. Вначале ничего не было заметно, но после я упала в оморок 7 раз. Смесь имела ужасный запах. Я же знаю, что есть что. Родители отмечают, что педикулезом заразились три девочки. Теперь же пострадавшие от наводнения намерены забрать всех детей в свои пока еще не обустроенные дома. Обеспокоенные жители отмечают, что доверили детей, искали помощь, а теперь боятся за них. Забрызгали голову лекарством. Им сказали, что это керосин. Она сама так говорит, что был точный запах. Потом ее забрали в реанимацию в Тимиртау. Туда ее положили. Из-за ожога головы она падала в обморок. Теперь родители твердо решили забрать 24 ребенка отсюда, потому что обеспокоены тем, что происходит. Ну, действительно, это же опасно. Но медицинская сестра и руководство школы свою вину не признают. Медработник утверждает, что лечила детей от педикулеза с согласия родителей, специально предназначенным средством. Директор школы отметила, что все ребята прошли полную проверку, пока педикулез выявлен только у троих. А вот что это было за средства и виноваты ли медики в обмороках девушки, выяснит специальная комиссия. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.